Церковь Божия Мы не отличаем храм от церкви. Мы пришли с вами в храм, в дом молитвы, а мы должны войти в Церковь Божию. И вот именно сегодняшнее евангельское чтение нам показывает вот это отличие. Именно сегодняшнее евангельское чтение нам показывает вот это разделение, некую грань, некое основание, которое нам показывает вот это отличие. Сегодня мы многое не понимаем, именно когда мы сравниваем что-то. Например, мы не отличаем брак от семьи. Мы не отличаем сегодня образование от обучения. Мы не отличаем обучение от воспитания. Сегодня многие начала мы не понимаем здравоохранения и медицины. Для нас это одно и то же. Вообще это звучит как-то без всякого понимания. Поэтому сегодня очень важно понять, потому что с этим связана наша будущая жизнь. Что будет после этой жизни? Где мы с вами окажемся? Или в Царстве Божием, или в аду вместе с падшими ангелами? Что же сегодня нам Евангелие показывает? Евангелие от Луки. Христос проповедовал в храме, учил. И вот его совершается встреча. У Христа были очень важные встречи. Встреча с Иоанном Крестителем, который пришел раньше него, и от которого он крестился на реке Иордан. Встреча Христа с падшим высшим ангелом, с дьяволом, который искушал Еву, через которого Ева пала, а потом через Еву пала дам. Вот это встреча с падшим ангелом в пустыне. А в сегодняшнем евангельском чтении нам показаны встречи его с первосвященниками, книжниками. Вот это встреча показана. Итак, Христос благовествовал. И в это время приступили к Нему первосвященники, сказано Луки. Не сказано, что первосвященник, а первосвященники, значит, те, кто были в этом году, и те, кто были раньше первосвященниками. Они приступили, еще кто приступил к Нему. Книжники приступили к Нему со старейшинами. То есть весь цвет церкви ветхозаветной, Иерусалимской. И сказали Ему, скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию. Все. Это важнейший вопрос. Это очень важный вопрос. Самый главный фундаментальный вопрос. Они хотят понять. Они до этого приходили к Иоанну Крестителю, когда он вышел крестить. И они его тоже спросили, кто ты, пророк ли ты, кто ты. И сейчас они задают вопрос Христу, который с огромной властью все совершает. Для них это была дерзость, что делал Христос. Не то, что за ним ходил кто-то народ, а самое главное, что он говорил, чем он их учил, с какой властью он это делал. Это их раздражало. Это им было непонятно. Что вдруг появился человек, который начинает вот так говорить и так общаться с людьми. И они задают ему этот вопрос. Какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть в сию. Я осознанно делаю маленькую паузу для того, чтобы нам сделать акцент на этом месте. Чтобы нам остановиться в этом месте. Потому что нам важно всегда, что отвечает Христос. Что ответит Христос Марфе, которая упрекает свою сестру, что она сидит у ног Христа. Нам каждый раз важно, что Христос говорит, казалось бы, в простых вещах, но как он объясняет что-то? Сам Христос. Христос вместо ответа им, хотя стоит перед высшими чинами Ветхозаветной Церкви, вместо ответа им, он совершенно не волнуется. У него не видно никакого волнения. Он вместо ответа сам задает им вопрос. Это высшая дерзость перед первосвященниками. Фактически он обрекает себя сейчас на будущую смерть. Потому что от этого ответа было все зависело, многое. но он вместо ответа ведет с ними, как власть имеющей, чем ставит их еще в большее недоумение и смущение. Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова было с небес или от человеков? Какой простой вопрос. Он задает им вопрос про Иоанна Крестителя. И задает им вопрос простой. От кого было это учение? С небес было или от человеков? Смотрите, или от Бога оно было, или от человеков было. Они же его тоже, Христа, принимают за человека. Они же, рассуждая, между собой говорили, если скажем с небес, то скажет, почему же не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали они ему, не знаем откуда. Потрясающе. Потрясающе. Все. Первосвященники, законники, книжники, богословы, старейшины, никто не может ответить Христу на этот вопрос. Я каждый раз поражаюсь, когда Христос отвечает что-то и нам что-то толкует. Какая глубина понимания жизни и видения жизни, даже не понимания, а видения этой жизни. Христос видит жизнь так, как она есть. А мы не видим ее через наше тело, через наши мышцы, через наши клетки. Мы не видим этого. Иисус сказал им тогда, и я не скажу вам, какую властью это делаю. Все. И они оказались в недоумении. Но нам сегодня этого недостаточно. Нам недостаточно этого. Мы знаем, что некоторые из членов Синедриона приходили к Христу и с ним беседовали. Никодим, например. И когда они с ним беседовали, то они сами были поражены каждый раз, что говорил Христос. Например, Христос, говоря с Никодимом, говорил ему о втором рождении. Он говорит, как я могу второй раз родиться? Никодим человек был премудрый, но он был человек. И он говорит, как я могу второй раз природиться? Разве снова я должен войти в лоно матери и через нее еще раз пройти и войти в этот мир? Христос тогда его упрекнул, что если ты, находясь на таком уровне власти, не знаешь ответа этого, тогда о чем тогда говорить вообще? А сейчас уже были первосвященники. Смотрите, две встречи. В одном случае Христос встречается с высшим падшим ангелом, дьяволом, и ставит его в недоумение. Не только не поклоняется ему, но его ставит в состояние зависимости. А теперь он выходит уже на уровень первосвященников, высшая духовная власть у еврейского народа, и этих ставит в недоумение. Действительно мы задаем вопрос, мы-то зачем пришли в церковь? А мы пришли в церковь или пришли в храм, чтобы поставить свечку? Или попросить за кого-то, за своего сына, за свою дочь? Мы-то зачем пришли сюда? Это же очень важно спросить себя, мы-то зачем пришли сюда? Мы опять обращаемся к Христу. В одном случае Христос беседует с Моисеем, как Слово Божие, он беседует с Моисеем и дает ему закон, как жить нужно еврейскому народу на земле. Но в основании закона он полагает цель, что Бог ожидает от человека. Вот нам нужно ответить на какой вопрос. Поэтому на сегодняшний день мы с вами говорим вот об этом, что от нас ожидает Господь. И Господь положил Моисею в основании закона «Будьте святы, якай я свят Господь Бог ваш». Когда уже Слово Божие, Сын Божий, Иисус Христос родился на земле в образе человеческом, тогда Христос в той же Нагорной проповеди уже говорит прямо «Будьте совершенны, ибо совершен Отец ваш Небесный». Вы видите, к чему нас призывает Бог? Чтоб мы стали святыми. А что такое святость? Это совершенство морали, нравственности и духа. Нужно поставить в совершенное состояние нашу душу, просветить ее духом святым. Сердце наше очистить надо. Ум наш очистить духом Божиим, чтобы иметь дары святаго духа. Мы должны понять, зачем нас Господь призывает в свою церковь. Да потому что мы вышли из нашей природы, в которой нас произвел на землю Бог. Мы перестали быть совершенными, как человеки. Наша природа перестала быть совершенной. Она была духовной, природа наша, а стала, как у животных, телесной, после греха падения, на которой соблазнил падший высший ангел Еву, а Ева соблазнила Адама. Мы вместо духовных стали людьми чувственными. Бог не оставляет нам никаких вопросов. Он на все отвечает. И уже в сегодняшнем, во втором евангельском чтении от Матфея Господь нам показывает вот этот ответ. Он нам дает вот этот ответ сегодня. Он нам показывает путь, потому что Он перед этим говорит «Я есть путь, истина и жизнь». Мы можем сказать, что это путь истинной жизни. Или мы можем сказать путь истины, который ведет в жизнь вечную. Но сам Христос сказал «Я есть путь, истина и жизнь». Смотрите, что ищут философы? Истину ищут. Разве можно найти истину вне Бога, вне Христа? Ученые ищут истину. Разве можно найти истину вне Бога и Христа? Но они даже не читают Евангелие. Они его не знают. И вот сегодня мало того, что Христос говорит «Я есть путь, истина и жизнь». Что Он еще делает? Он нам показывает этот путь. Какой же путь к совершенному человеку? Как звучит этот путь? И в Нагорной проповеди, где Он излагает новый закон, Он показывает нам ядро заповеди блаженства. Это ядро закона. Это ядро Нового Завета. Это высшие средства, которые Господь нам показывает. Смотрите, что Он говорит. «Блаженны нищие духом, як от тех есть Царство Небесное». Нищие духом. Мы знаем нищих, которые стоят у храмов, просят денег, или просят хлеба, или просят одежды. А Господь говорит, нищие духом важно. Мы осознаем сегодня, пришедшие в Церковь Божию, что у нас не хватает духа, что мы нищие духом. Если бы мы это осознавали, мы день и ночь просили бы у Бога, дай нам духа святаго, Господи. Но Господь дает нам следующие заповеди блаженства. Он говорит, вы можете просить, но нужно что-то совершить для этого. И Он нам говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Оказывается, грехи мешают нам. Нам нужно плакать о грехах. Не просто нужно просить у Бога, Духа Святаго. Надо освободиться от грехов. Блаженны плачущие. И только человек, плачущий о своих грехах, утешится. Поэтому многие люди придут на исповедь сегодня, будут плакать и снова о грехах. Снова будут говорить о том же, я осуждаю. Блаженны плачущие, смотрите, Господь говорит, блаженны плачущие. Одно дело мы исповедуемся, а другое дело каемся. Это разница большая. Когда мы исповедуемся, мы просто называем свои грехи. Ну, назвали. Ну и что? Болит у меня желудок, а у меня болит селезенка, а у меня болит печень, а у меня болит кишечник. Ну и что? Надо же освободиться от болезни. А чтобы освободиться от болезни греха, что нужно сделать? Нужно покаяться, нужен плач, а плача нет. Мы сегодня больше просим у Бога, дай, Господи, дай, жилье нам дай, Господи, работы нет, жениха пошли мне. Мы все время просим у Бога. Даже мы обещаем, Господи, самую дорогую свечку куплю тебе. Только дай мне. А Господь призывает нас к плачу. Дальше Господь говорит, блаженны кроткие, смотрите, если человек будет плакать о грехах своих, и если будет искать Духа Святаго, тогда он кротким станет. А кротким-то чем? Каким органом кроткий? Какой орган должен стать кротким? Кротким должно стать сердце. Потому что в другом месте Христос говорит, научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Вот где корень. Корень, оказывается, не селезенка, не печень, не желудок, не кишечник, а корень сердца наш. Вот это и есть Новый Завет. Это и есть дополнение к Ветхому Завету, и без Нового Завета Ветхий Завет непонятен. Это очень важно. И дальше Господь говорит, блаженны, алчущие и жаждущие правды. Какой правды? Правды Божьей. Ибо они насытятся. И когда вот это будет, тогда в совершенство Господь еще вводит блаженны, милостивы. Ибо они помилованы будут. И наш народ говорил, что посеешь, то и пожнешь. Будешь милостивый, и к тебе будет милость. Будешь раздавать другим, и тебе дадут. Что посеешь, то и пожнешь. Милость нельзя получить без плача. Нельзя получить милость, если ты не будешь искать духовных даров. Если ты не будешь искать правды Божьей, а не просто исторических фактов. И, наконец, Господь уже точно и прямо говорит, блаженны, чистые сердца. Ибо они Бога узрят. Узреть может Бога только человек чистым сердцем. Вот это очень важно. А мы не стремимся к этому и даже этого не понимаем. А знаете, почему не понимаем? Да мы не читаем Евангелие. Я иногда спрашиваю у людей о каких-то молитвах. Они говорят, а где вы такую молитву взяли? Я говорю, вот в утренних молитвах или в вечерних. Читают они молитвы? Конечно, они читают. Они молитвы читают, а Господь говорит, молитесь, да не внеидите в напасть. Он же не говорит, читайте молитвы. Он говорит, молитесь. А мы читаем молитвы. Читаем и не понимаем. Смотрим и не видим. Слушаем и не слышим. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Люди, которые творят мир, сынами Божьими нарекутся. Я смотрю иногда, такие удивительные есть люди, которые все время творят мир. Есть люди, которые все время добро творят. А есть просто злодеи. Сколько им не говоришь, одно и то же творят, одно и то же. И вот Господь желает всех обратить и сделать совершенно другими. Он всех желает сделать другими. Но для этого нужно пройти вот этот путь, стремление к нищете, в состояние войти нищеты. Нищий, я все время нищий. Мне все время мало, мало и мало. Я прочитал сегодня Евангелие. Мало. Я сегодня помолился. Мало. Я сегодня почитал догматическое богословие. Мало. Мне все время мало. Блаженный нищий духом. Нищий. Я все время нищий. Давайте вспомним с вами сейчас один эпизод. Когда Христос рассказывает притчу. Он говорит о том, что два человека вошли в храм. Один фарисей, законник, который наблюдал за нравственностью народа и смотрел, чтобы народ жил правильно, по закону Моисея. Не по закону Бога, а по закону Моисея. И когда этот фарисей вошел в храм, он прошел вперед в храме, он стал смотреть в глаза Господу и говорить, «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди». И перечисляет кто. Хорошо он делает? Очень хорошо. Он благодарит Бога за это. Но дальше что он говорит? Вторая часть его разговора. «С Богом». «Я, Господи, не такой, как другие люди». «Я отдаю десятую часть на храм». «Я два раза, Господи, пащусь неделю». Фарисеи постились один раз в неделю. А он два раза постится в неделю. Скажите, а какое отношение имеет то, что мы сегодня читали «Заповеди блаженства» имеет к посту? О чем мы говорим? Вот в этих словах этого фарисея, этого законника, которому дано право наблюдать за нравственностью людей, этому фарисею. Сегодня Господь открывает разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Если для фарисея уже достаточно два раза в неделю поститься и отдавать десятую часть от своих доходов на храм, и он считает, что он уже выше других, то где он будет вообще после этой жизни? А в Ветхом Завете он получает право надзирать за нравственностью народу. Поэтому сегодня мы говорим о чем? Христос даже этому фарисею показывает другого человека. Человека, который из позорного сословия. Человек-мытарь. Кто такие мытари у евреев? Да это предатели народа. Они собирают дань ради Римской империи, для римского императора. Со своего же народа, как предатели были, когда немцы оккупировали нашу землю и ставили старосты в какой-то деревне местного жителя. И он начинал шкуру спускать с людей, со своих односельчан. Но Бога обмануть нельзя. Нельзя обмануть Бога. Бог видит каждого из нас изнутри. Поэтому сегодня мы видим с вами вот это отличие Ветхого Завета от Нового. Поэтому Христос даже им ничего не отвечает. В другом месте Христос им скажет, посмотрите на мои дела, которые я творю. Посмотрите на чудеса, которые я творю. Кто-нибудь творил такие чудеса? Вы вздумайтесь, он им говорит. Вы вздумайтесь. Может человек творить такие чудеса, которые я творю? Неужели вы уже на основании этого не верите, что от кого я пришел сюда? От Отца моего, он говорит, пришел. Я пришел от Отца моего. А вы не знаете Отца, он говорит. И в сегодняшнем евангельском чтении апостола, уже через апостола Павла нам добавляется еще, если человек придет в церковь и будет жить, как должно жить в этой церкви. Будет правильно относиться к таинствам, к догматам, к церковной дисциплине. Тогда человек получит плод. Если там говорилось о средствах, то здесь он уже говорит о плодах апостол Павел. Блаженный апостол Павел. Что же это за плод, который мы с вами получим? Он говорит, плод – это любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мы обладаем такими качествами. Любовь – это служение другому человеку. Любовь – это жертвенное служение. Сегодня у нас будет конференция по Александру Невскому. Вот Александр Невский жертвенно служил своему народу. Вот это настоящая любовь. Поэтому сегодня, когда мы говорим о святых, уже церкви Нового Завета, мы видим в первую очередь, какими качествами они обладали. Итак, зачем мы пришли в Церковь Божию? Мы пришли только с одной церковью, с целью, чтобы стать другими. Не для того, чтобы получить здесь знания. Читать с утра до вечера книжки. Мы не книжки пришли читать в Церковь, а изменить свою природу. Потому что пророчества упразднятся, и знания исчезнут. Все исчезнет, останется любовь. Поэтому мы сегодня должны помышлять о будущем жизни. И Господь говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но и исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот где ответ. Надо все время искать слова Христа, как Он нам объясняет, как Он нам толкует, на что Он обращает наше внимание. И если Господь обращает наше внимание на сердце, и ничего не говорит о рациональном мозге, ничего не говорит о рассудке, если Христос говорит о Духе, если говорит Христос об Отце, если Христос нам дает уже таинства другие совершенно, в отличие от ветхозаветных, тогда это другое. Что это означает? Это означает, что Новый Завет новое время родил. Новый Завет родил новое время. Христос родил новую эру. Эта эра уже идет для того, чтобы отбирать души людей для Царства Божьего. И каждый из нас уйдет из этой жизни в свое время. Как только мы созреем, и как только будем готовы для Царства Божьего, Господь нас заберет независимо. Будем ли мы болеть, в каком мы будем возрасте, это не имеет никакого значения. Как только созреем или сгнием, тут же уйдем из этого мира. Одни уйдут в Царство Божие, а другие войдут в ад. Поэтому сегодня мы еще раз нам скажем, нам все открыто, нам все открыто, нам все показано. Теперь осталось нам только это исполнить. Стать на путь истинной жизни, которую ведет Царство Божие. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok